Дежурит, своё счастье караулит. Тут не на кого смотреть. Мужики-то голые валяются. У них ни должности, ни рубахи нету. Чё? Молись Богу, как Господь усмотрит. А кого тут ловить-то? Они, видишь, какие. Всё время едят, пьют, докурят. Они ничего не годные. И показывает, головы нету, только нижняя часть. У него больше ничего нету. А вы кого ищите? Мы сюда пришли, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности. Я показываю, какая книга, которую считаем мы. У вас дома есть такая книга? Нет. Не знаете, да? А где вы живёте, там в церкви есть православные храмы? Да. А вы были там на Пасху? Нет. А не были почему? Не верите или некогда было? Некогда. Ну, ладно. У вас, может, какие вопросы есть? Я могу вам помочь, разобраться в них. У русских букв уже как узнают, говорят, уж замуж не втерпёшь. В школе учат как? С мягким знаками. Вопрос состоит в том, чтобы люди душу спасли. Душу. Жили для Бога. А если этого нет, это всё остальное прах и пепел. Сегодня 80 почти процентов разводятся. Из 100 браков 80 распадаются. Потому что Бога нет, цены никакой нету. Живут одним днём. Как-то молодые люди спрашивают. Они уже прожили вместе, лет 60? Старенькие люди. Как так вы могли всю жизнь жить вместе? А мы жили в то время, когда вещи старые ремонтировали, а не выбрасывали. Какие-то недостатки друг друга, шлифовались друг об друга, говорили, заботились. Сейчас ничего этого нет. Минутное удовольствие, греховное удовольствие, а дальше ничего нет. Ни о каких последствиях не думают. За время перестройки у нас в стране 120 миллионов абортов. 120 миллионов мертвецов в очереве женщины. Ещё теперь, а вот Китай до самого Байкала, всё захватили. Так земля пустая, захватили. А что, не воевать же. Им жить негде, а у нас пустые земли. А 120 миллионов, а мы сейчас полсибири заселили. Так вот. Вы дома-то молитесь, по утрам встаёте? И когда спать ложитесь? Нет, но я всё-таки ещё молилась. Ну, как-то вот так вот. Ещё сказать. Чтоб совсем у лещалока не было духовных вопросов. Это, говорит, два момента только. Или всё знает, или ничего не знает. Скорее всего, второй. Поэтому, если человек утром встаёт... Вот я был начальником детского лагеря 45 лет. Мы вставали рано, дети. В 5 утра мужа на ногах. Дети. Воспитатели на 20 минут раньше вставали в 4.40. Мы всегда так встаём, что время было для молитвы. Встали дети, сходили на двор. Сразу начинается гимнастика, а потом молитва. Читаем Евангелие после этого с толкованием. Евангелие – это благая весть от Христа, что Христос умер за наши грехи. Умер и воскрес в третий день. Вот это Пасха и означает выход, избавление. Вы историю еврейского народа совсем не знаете? Нет. А вот когда случилось, что они оказались в плену, в рабстве, у египтян, а теперь наступило время выйти оттуда, а фараон их не отпускал. Рабы. Тогда Господь послал Моисея, а через него пытался как-то стронуть, что фараон отпустил. Он не отпускает. И тогда прошло девять казней в стране. То мошка была, то жабы, то град побивал скотину. И последняя казнь, Господь говорит, сегодня ночью пойдет ангел и пройдет, и в каждом дворе, в доме убьет того, кто первый ребенок родился, первый у собаки, первый у коровы. А вы закалите ягненка и кровью его помажьте косяки и перекладину, и ангел туда не войдет. Вот есть такой фильм, он как мульти, «Принц Египта». Там это хорошо показано. И так и случилось. Вся страна застонала, и тогда их отпустили. Они пошли. И как они сорок лет шли? Неверные Богу оказались, и поколение ушло в песок. И вот этот ягненок, кровью которого мазали, он прообразовательно указывал на Христа. Поэтому картина Иванова Третьяковской галереи, где там явление Христа народу Иванов нарисовал, она как раз на этот сюжет. Там с холма спускается Христос, а Иоанн Креститель простирает руку и говорит, вот Агнец Божий, ягненок, который берет на себя грех мира. Вот в этом вся суть. Это не религия, не религиозная организация, а живой Христос, которому мы молимся, как к истинному Богу. В этом весь смысл. А дальше Христос дал заповеди, чтобы человек покаялся, принял крещение, и далее ревновал о Боге, чтобы быть Вадимом Духом Божьим. И тогда заповеди Его не будут тяжкими. Вот Евангелие от Матфея 11, 28. Господь говорит Христос, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас, возьмите Иго мою на себя и научитесь от Меня, ибо Я кротых и смирен сердцем. Ибо Иго моё благо, а время моё лёгко. Что, не ждали? Не ожидали. Ну вот, то-то оно. Грешницы, испугались как. Да вы, грешницы, грешницы. Да. Вы на священников купили. А вы, у вас в доме такая книга есть? Есть, у меня много книжек есть. А ну-ка покажи. Где у вас? А её долгий. Долгий, так сказать. А вы священник? Я не священник, я чтец, а брат у меня священник. Мы строим православную деревню. Что надо? Мне что-то непонятно, что сказали. Всё, ушла. Кресту. Мы считаем книгу такую, показанным людям, говорим, у вас есть такая дома, нет? Есть. Есть, но никто не может показать. Показать? Показать. Покажите. А так не верите, да? Ну, почему не верите? Я вам показал, какое издание посмотреть, православное или сектантское. А это большая разница. Православное. православное. Я определю сразу, если место два прочитаете. Подождите. А что вы хотите конкретно узнать? Ничего, узнать. Пользуетесь вы Евангелем правильно или подложено? Для вашей пользы, это не меня. Вот они показали, а там такие есть свидетели Егова, они сами издали книгу, написали новый всемирный перевод, а он никакое отношение к Библии-то не имеет. Я с вами согласен, да. Это ну объявление православной церкви. Ну, если написано синодальный перевод или по благословению патриарха, то тут проверять не надо, настоящее. Потому что у нас 77 книг, а у них 66. Они 11 книг вообще выбросили из Библии. Вот такое дело. Мы можем с вами поделиться, у нас большие ресурсы. Вот, допустим, видеоканал, у нас свой видеоканал, называется «Во свете Библии». Большой видеоканал 15150 роликов. Вы можете задать вопросы, какие у вас есть. Реально? Покажу. Да. Сейчас. Да, пожалуйста. Вот. Вот она у меня. Моя Библия. Видите? Не видно. Повыше, повыше. Не видно, не видно совсем. Оно темно, ничего не видно нельзя. А ну-ка изнутри там просчитайте несколько строк. Или первая страница там. На первой странице написано, кто издал. Смотрите. Ну. А так видно? Нет. А вы как? Вот так держите. Держите. Нет. Поверните еще боком на себя так. Чтобы осветило. Нет. Не так. Подождите, подождите. Оно черное, ни одной буквы не видать. Вот. Так, держите. Так. Комментарии гражданскому кодексу, что ли? Так это у вас что? Вы адвокат, судья. Это такие книги у них. Я книж. Вот моя Библия. А, ну а вы это понимаете, по параграфам будете действовать, по статьям, а не по совести. И по совести. А, нет. По совести. Суд. Суд. Как нас учили, мы так и делали. Ну, я и говорю. Вы не правы. Вас судили когда-нибудь, нет? А пока, ну как, ну было дело, да. Ну было дело. А меня судили, я в лагере отбывал, за слово Божие, за Христа. Джамбульская область, знаете? В тюрьме находились. Да. И в тюрьме выходили. Да. А что вы хотите сказать? Я хочу сказать, на закон тогда по-другому смотришь. Закон, говорит, что дышло. Куда захочет, туда и вышло, говорит. А что вы так думаете? Вот, вы сейчас эти... Нет, смотрите, вы неправильно думаете. Как неправильно? Смотрите, потому что, вы считаете, кроме закона Божьего, ничего не существует. Я не говорил этого. оно существует. Ну, гражданский закон, говорит, что дышло. Куда повернешь, туда и вышло. Поймите, что в стране было расстреляно, 66 миллионов человек погибло. И все по закону. А теперь реабилитируют. Я реабилитировал теперь. Вы хотите сказать о чем? О том, что Советский Союз был плохой? Да. А хуже-то некуда. Страна горя, лжи, насилия, расстрелов. Все. Не понадобится. Он показывает свою силу, что мужики годные для совокупления. Больше тут ничего нету. Я годный. Ну да. До другого-то ничего. Раньше было, человек и палеты, покажет мундир, какие ему деньги. А сейчас ничего нету. Только одна нижняя часть. А ты годный? А мы пришли сюда, чтобы людям показать, чтобы есть руководящая книга мира. Нет, подожди. Чтобы говорить им о Боге. Потому что эта рулетка, это сплошной разврат. Содом и Гаморра. Я уже здесь не первый день, а 70 дней. Половина раздетая, процентов 80 из общего количества. Это мусульмане. А ты сам это годный? Сам что я? Русский человек. Тебе сколько лет? Голубый. А сколько мне лет? 70. 80. 80. Нормально. Это Господь так делает. Где мне пришлось пройти, не каждый пройдет. Нас власть преследовала за Слово Божие. Что? Дядя, как было? Да. Христос воскрес. А? Что отвечать надо? Ничего, что. Воистину воскрес. Действительно. Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. А вы ниоткуда держите? А я ниоткуда, я тут и живу. А где? Где сижу. А? Москве или где? Ну, где нахожусь, хотите сказать. Город Барнаву, Алтайский край. О-о-о, Алтайский край, ну, далеко отсюда. Ну, ладно, давай удачу опять. Давай. Верь. Вы верите, вот такую книгу видел, нет, когда? Да. Это что? О! Ну, да, да. Вы ее читали когда, нет? Ну, конечно, как бы не читал, читал я. А эту читали? О-о-о, Коран. Вот это у нас, это Куран назвать. А что тут написано? О-о-о. Я такой арабский, я не знаю. Ну, ладно, ладно. Христос умер за наши грехи. И теперь дарует оправдание, когда мы каемся, молимся, принимаем крещение. Так что думай. Христос будет судьей нашим после смерти. Общий суд. У вас тоже написано, что суд будет? Да, конечно, снято. Да, он умер за наши грехи. Единый во Святой Троице. С Богом. Да. Вот я хочу спросить, у вас дома такая книга есть? Вы ее читали? Там как раз и написано, что за наши грехи умер Христос. И воскрес для нашего оправдания. Если не верующий человек, он жизни вечно не увидит. Вместе с сатаной будет гореть в огне. А верующий имеет надежду спастись. Христос за него умер. Христос за него.